В переезде у нас главное что? Вот что у нас главное в переезде? Это помощники. А помощники у нас есть. Да, вот у нас раз помощник. И есть еще один главный. Это просто директор переезда. Вот он. Он уже занял свое рабочее место и он готов переезжать. Вы собрали уже свои игрушечки? Эльф однозначно в прошлой жизни был директором винного завода. Вот эта морда, это все признаки того, что здесь крови начальников, даже не замначальников. Вот он, пожалуйста. Найки молодец, потому что Найки уже собрал свои игрушечки. Да, ты молодец. Вот мы продолжаем. Две сумки собраны. Даже не буду рассказывать, сколько нам, нам, вот этим всем лапам стоило это труду. У нас тут технический перерыв. Работники дня уже просто не могут ничего делать, потому что их посетил глубокий дневной сон. Вот такой невероятный закат успела я схватить на свою камеру. Просто нереально красивый. Началась новая неделя. Неделя обещает быть спокойной, потому что во всех странах мира женщины ведут себя одинаково. Они готовятся на декабрь. Они готовятся к Новому году, к Рождеству. И в ноябре они абсолютно не хотят приходить в парикмахерскую. Пан Яковский, бросьте птицу. Не могу, она ко мне привыкла. Доброе утро, мои дорогие. Тащу в химчистку коврик и одеяло. Короче, столько дел, столько дел, я вам говорю. Я решила почистить такой прикроватный коврик. И у нас большое одеяло. Я его стирала. Но оно, знаете, такое кучерявое. И после стирки оно не сильно пушистое. Поэтому я решила сдать химчистку. Химчистка находится возле моего салона. Я выехала пораньше. Ну, я так думаю, что я выехала пораньше. И скажу вам, сколько это стоит. Вот. Потому что химчисткой я буду пользоваться первый раз в Канаде. Ну вот, отдала вещички. Значит, коврик будет стоить порядка 30 долларов. И одеяло будет стоить 40 долларов. Одеяло king size. Очень приятная девушка. Ну, как все у нас тут. So friendly. В общем, дела потихоньку делаются. Я бегу на работу, потому что появилась запись. Вчера ее не было. Практически ни у кого. Все грустили и горевали. Но народ набежал. Так что я работать. А вы не переключайтесь, конечно. Ну вот, пожалуйста, снежок. А то какая-то не канадская Канада. Тепло. Солнце светит. Вот. Красота. Тишина. Летят снежинки. Сейчас главное доехать домой. По этому снежочку. Вот она наша красавица. Ее вчера украсили. Парковочка. И где-то здесь засыпанная снегом моя машина. Доброе утро, друзья. У нас всю ночь валил снег. Вы видите. Опять все белое. И я, честно говоря, с ужасом сегодня выходила. Думаю, машина-сугроб. Но все не так плохо. Ей только нужно немножко оттаять. Что она сейчас и делает. И можно ехать. И пока я сижу в этом ледничке, который благополучно, очень быстро тает, я вам в двух словах скажу ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Это ничего личного, ничего такого сверхъестественного. Это моя ситуация, мои отношения с Ютубом. Не буду долго рассказывать все эти внутренности. Скажу так, что Ютуб я зарегистрировала и монетизировала в Польше. Теперь выяснилось, что я не могу перевести доходы, которые мне приходят от Ютуб-рекламы, на канадскую карточку. Все очень сложно. Все максимально сложно. Служба поддержки вообще отвратительно работает. И я близка, я близка к принятию такого непростого для меня решения. Это перейти на другой канал. Да, то есть сделать канал уже с другого имейла, с канадским адресом и перейти на него. Не знаю, на моем Ютубе почти 5000 подписчиков. Для меня это, конечно, такая цифра. Может быть, для кого-то это смешно, но для меня эта цифра, это мои достижения. Это мое с вами общение. Поэтому я думаю, я думаю, я не знаю, решиться на это или нет. Но решиться придется, рано или поздно, потому что польская карточка у меня работает не очень. Я не могу зайти в свой польский банк, так как у меня забрали польский номер, поляки шустрые. Один раз не проплатила, все, до свидания. Номера у тебя уже нет. В общем, вот эти вот все внутренние сложности. Здесь у меня полночи не спала, думаю, ну что же делать? Так что, дорогие мои, если я не найду решения этой проблемы, придется переходить на другой канал. Я вам оставлю все ссылочки. Надеюсь, конечно же, я надеюсь, что вы останетесь со мной. И обязательно все ссылку на новый канал, если я это решу сделать, оставлю здесь, оставлю в Телеграме, оставлю в сообществе в своем Ютубе. Ну вот так вот. В общем, думаю я об этом, думаю день и ночь. Что же делать? Никто не ожидал, что Ютуб, вот у него такая политика. Ты регистрируешь канал, регистрируешь банк, и ты дальше никуда двинуться не можешь. Ну, как по мне, это очень глупо, потому что люди живут там, живут здесь. Люди переезжают, они, естественно, меняют банки. Но для Ютуба это... Смотрите, у меня окно не открывается. А вот это открылось. прелести канадской зимы. Все, друзья, я поехала на работу. Прекрасный сегодня солнечный день. Где мои очки? Где мои зимние... У меня очки зима-лето. Все, мы с вами обязательно увидимся. Будет опять потрясающий ужин с офигенным поводом. А, и напишите, пожалуйста, перейдете ли вы, если вдруг что, на мой другой канал, новый. Напишите мне, мне очень важно знать. Рабочий день закончен. Лечу в аэропорт. Лечу в аэропорт встречать мужа. Я не очень люблю эту дорогу, поэтому ехать буду медленно, но уверенно. А потом у нас будет праздничный ужин в честь прилета. И покажу, что буду готовить. Доброе утро! Ситуация не из легких. Как вы знаете, меня любят восточные женщины из Индии, например. И сейчас у меня такая клиентка. Я красила ее дочек. Дочки были с натуральными волосами. И сегодня пришла она ко мне с черными-черными кучерявыми волосами. И угадайте, что она захотела. Конечно, она пришла с картинкой со светлыми прядями. Я упала в полуобморок, потому что там вся сложность в том, что половина головы у нее натуральные темные волосы. И вот такая вот часть на концах, крашенная в черный цвет. Кто красился в черный цвет, тот в курсе, как из него выходить. It's impossible. Чаще всего это такой, знаете, грязный оранж. И вот... Она у меня сидит как куколка. Я проработала все пряди на двух разных оксидантах. Дала ей разные пудры. По длине это одна пудра, на концах это смесь из нескольких. В общем, друзья, я, конечно, немножко на стрессе, потому что клиентка сама по себе очень классная, очень милая. Но вот она хочет быть светлее. Но это нормальное явление для женщин с черными волосами. И очень важно было ей объяснить, не обидев ее при этом, что это сделать сложно. И что, возможно, карамельный результат... Естественно, она пришла с картинкой с карамельными прядями. Что карамельные пряди, возможно, не получатся, но кофе с молоком окей. Так что я сижу, молюсь, молюсь, медитирую на хороший результат. Ждем вместе. Три часа стресса и ничего личного. Результат налицо. Все вышло максимально красиво. Из возможных вариантов. Понятно, что она не стала супер-экстра-блонд. Через шесть недель она придет еще раз протонируется, потому что будет немножко размываться тон. Ну и, в общем... В общем, я хочу домой. Найки. Найки такой с белкой. Идем, я тебе печенье купила. Иди. Так оставь эту белку в покое. Иди сюда. Бежит, бежит. Иди сюда. Значит, купили мы вот такое печенье. Это для Найки. Для тебя шоколадка. Сейчас будем смотреть, пробовать. Хочешь печенье? Это специально собачье печенье. И сразу три миллиона любопытных морд. Сейчас тебе шоколадку дадим. Жди. Так. Смотрите. Фокус-покус. Печенье. Ты будешь печенье? Это же печенье настоящее. Здравствуйте, моя радость. Все, понес. Да, а тебе мы купили шоколадку. Вот такой шоколад с лососем. О. Ты что, охотишься теперь за этим печеньем? Найки. Это надо есть. Это вкусно. Это так пахнет вкусно. Все. В норку. Он уже, видите, сложил тут свои игрушки. Он как бы готовится к переезду. Ага, теперь уже не заберешь. Ой, ой, какой. Скажи, я не ел шоколад целую неделю. Вообще. Абсолютно голодный кот без шоколадной. Ты посмотри, ты посмотри, с какой он жадностью этот шоколад ест. Не знаю, но пахнет реально шоколадом. Все, хватит. Ну все, эта неделя закончилась. Несмотря на то, что она оказалась относительно легкой, она нифига не была легкая. Сегодня был просто день. День был близок к выгоранию, потому что, ну, были уникальные клиенты. В принципе, все были мои. И я такая довольная. Думаю, ну, классно. Со своими как-то уже легче. И тут напоследок ко мне записалась девушка. Ну, вы знаете, они меня очень любят из солнечной Индии. И вот это за год была первая девушка, которую мне хотелось, мягко говоря, придушить. Потому что у нее огромная копна волос, просто грива. Я ее постригла. Она говорит, мне стрижку как у Дженнифер Анистон. Я говорю, окей. Говорю, тебе укладку тоже как у Дженнифер Анистон? Она говорит, да. Я ее красиво постригла, сделала ей эти длинные пряди, все проработала. Сейчас вам ее покажу. И говорю, тебе вытянуть волосы? Она говорит, да. Я ее вытянула, роскошная укладка. И тут она говорит, ой, а я думала, что это будет бэйви, волны. А у меня уже конец недели, конец рабочего дня. Я ей по-русски говорю, а я думала, что ты хотела именно так. Она вот, 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 я говорю, объяснять надо лучше. То есть, я была уже не френдли сегодня. К концу дня я не френдли. Почему я взяла плойку, самую большую, накрутила ей локоны. Вот результат. Она, конечно, очень красивая, она счастливая, но я, я вообще не люблю людей, которые они могут нормально объяснить и которые меняют в процессе моей работы свои мнения. В общем, друзья мои, я именно такая. Не на позитиве. Вот, неделя закончилась, завтра выходные, завтра мы куда-нибудь поедем, на какие-нибудь горячие источники, попаримся, и я думаю, все будет, настроение будет намного лучше. Вечер перестает быть домным, и мы едем в буфет. Позвонили наши друзья-одеситы и пригласили встретиться поесть суши, морепродуктов, и мы, конечно же, конечно же, мы, да. Ну, это первый заход. У меня здесь суши, потом, типа, что-то типа карпаччо, рыбка, креветки. Вот это так, для разогрева. И ребята тоже что-то себе взяли. Вот так это все выглядит. Когда пошел второй заход, значит, что у нас тут, я какое-то взяла яйцо, оно варилось в чем-то черном. Потом у меня здесь мясо, лапша, одинокий грибочек, это я для Вити взяла, и устрица, это устрица, мидия, она тоже в чем-то таком варилась из серии непонятно, но здорово. Яйцо, слава богу, оказалось обычным яйцом, потому что... No. It's ok. Thank you. Потому что ребята меня напугали, сказали, что оно может быть внутри с зародышем. Я к такому была не готова. Вот, обычное яйцо. Горячие источники сегодня выглядят именно так. То есть, мы решили никуда не ехать, а заняться делом. Поэтому начинаем перевозить часть вещей. диванчик наш еще не продан. А тумбу вроде должны сегодня эту приехать забрать. Плюс 10 градусов. Это тут у нас в солнечном Калгари, как лето. Конечно, хочется куда-то идти гулять, но надо делать дела, потому что переезд сам по себе не переедет. Так что, дорогие мои, мы занимаемся переездом. Сейчас мы отвезем часть вещей к Татьяне, потому что на следующей неделе в понедельник мы должны отсюда выехать, потому что на вторник у нас уже заказан клининг, а в среду мы отдаем нашим любимым леди из проперти агентства ключи. Так что, надо все это делать. Может быть, поедем куда-нибудь сегодня погуляем по Принцесс-парку. Не знаю. Надо как-то воспользоваться этим прекрасным, этим прекрасным замечательным днем. Мы приехали в Принцесс-парк. Это в Даунтауне, чтобы набраться сил перед переездом. Мост, кстати, так шатается сильно. Обнаружена компания пернатых друзей прямо в центре парка. Вот они прогуливаются. Но они могут быть агрессивными. Это мне уже сказали девочки на работе. В Канаде их называют чикен-кобра. Так, он что-то идет ко мне. Надо подальше отойти. Вот такие вот ребята. Зашли в зоомагазин. Посмотрите, какие тут одежды. Какая вообще прекрасная для собачек одежда. такая жилетка лайк-бабы на кохта. Сякие платьица. Вообще кайф. Вон, смотрите, собачий фэшн. А вот платьица. А вот пижама. Но Нюля вообще ничего не носит. На него что-то нацепить это крайне сложно. На эту собаку. новогодний костюмчик. Жилеточка. Прикольно. Игрушки для собачек. Рюкзачки. Интересно, что это. А, это просто подушки такие. мошеннички. Через лапки. Вообще прекрасный магазин. Всякие домики. А вот эти рюкзаки знаменитые. Знаете, когда коты сидят в рюкзачке и в окошко сюда смотрят. Класс. Пальтишко. Не будем спорить. Всякие дождевички. Дутики. А вот платье. Для корпоративов. Опять нас занесло в даунтаун. И, видимо, это нормальная ситуация. Вот такое абсолютное спокойствие. Выходной день. Сегодня у нас воскресенье. Паркинг. Машины. Людей на улицах нет. Практически. Все, мы нагулялись, потому что надо делать дела. Сейчас мы в Сантеру. Сантера это сеть продуктовых магазинов. Мне ее посоветовали мои канадские коллеги, потому что они очень любят там невероятная выпечка. В общем, мы за пирогом и домой собирать вещички. Вот этот Сантера Маркет. Здесь и кафе, и магазин. И вот он находится в даунтауне. О, кулинария. Так, вот он кондитерский момент. и как тут что выбрать. Выбор пал на пирог с клубникой. и кому-то сейчас будет хорошо. Но здесь выпечка невероятно вкусная. Она в принципе везде в Калгари вкусная, но вот это вот Сантера это so delicious. Так что мы поехали домой, 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 мы поехали домой объедаться пирогами и собирать шматье. А с вами мы увидимся совершенно скоро в новом влоге еще на этом YouTube канале. До новых встреч, всем классного настроения. !